Представители знака зодиака Козирог. Козироги, мои дорогие, здравствуйте! Цыганский пассианс. Второй расклад. Лилит или черная луна в весах. С 29 июня 2024 года по 27 марта 2025 года. Траектория перемен. Почти целый год. Лилит или черная луна – это олицетворение наших тайных желаний. Того, что мы надежно прячем внутри нас самих, но очень хотели бы осуществить. И это прекрасный период, как новая точка отчета в последующих переменах эпохи Водолея. Лилит в весах. И весы – это баланс, это дипломатия. И лилит в этот период может обнажить некоторые аспекты нашей жизни. Для того, чтобы более гармонично вписать как раз наши желания, наши помыслы, наши мечты в реальность. Но от того, насколько мы будем честны сами с собой, будет и зависеть эта траектория перемен. Судьба нам всегда дает возможности. Представьте на минуту, вы задумали приготовить какой-то волшебный десерт. И судьба вам даст только сырые ингредиенты. Она вам даст молоко, она вам даст фрукты, она вам даст сахар или муку. И одновременно она вам даст горчицу, соль и перец. И от того, что вы примените, в каких пропорциях и от чего вы откажетесь. И будет зависеть в конечном итоге. Этот восхитительный продукт или этот десерт. Мы сами творцы собственной жизни. Особенно вы, мои дорогие козероги, вы люди сильные, настойчивые. Вы умеете длительно выдерживать напряжение. Правильно оценить реальность, чтобы себе не навредить. И забегая немного вперед, я вам скажу, для вас вторая половина 2024 года. Очень благоприятно по части финансов, может быть. Может быть, кому-то это важно услышать. Поэтому просчитывайте свои проекты, как и новые, так и старые какие-то. Можно поменять стратегию с учетом тех обстоятельств, которые складываются вокруг вас на данный момент. Давайте я на картах пассианца разложим. Они показывают больше событий и наряд. Что нам они расскажут? Какие тайны раскроют? Я смотрю, что совпадает. И вы, мои дорогие козероги, смотрите также. Если я что-то пропущу, напишите мне. И мы обсудим. У вас выпадает книга. И в этих колодах, в этой колоде точнее, и у вас выпадает еще месяц. Месяц – это какой-то раздор, сомнение. Или вы с чем-то можете не согласны. Или, мои дорогие, месяц – это какая-то неопределенность. По сути, это как луна. Это когда очертания есть, а конкретики никакой. И вот какой-то вопрос у вас буквально может застрять по книге «Это учреждение. Высокие инстанции». Так вот, какой-то документ вы можете ожидать. Или когда решится какой-то вопрос. Может быть, у кого-то это связано и с судами. Все же меня смотрят разные люди. Вот эти учреждения, они самые разные. Но это именно что-то официальное. И может быть, есть какая-то ваша, ну, как ваши сомнения или ваша неуверенность. Как у меня решится тот или иной вопрос? Давайте посмотрим. Вы, может быть, и не на сей момент вот чем-то подобным занимаетесь. Может быть, это вы планируете. Или где-то может встать необходимость оформить какие-то документы, мои дорогие козероги, для того, чтобы не было как раз никаких определенностей, а узаконить что-то де юры, подписать, печати какие-то поставить. Для вас это будет важно. По крайней мере, нам об этом показывают карты. И посмотрите, у вас выпадает еще лебедь. Лебедь – это верность. Это искренность. Это добрые отношения. Это те, кто нас любит. Личную жизнь нельзя вот отодвинуть на потом. Полное, полноценное, точнее, счастье может быть только тогда, когда в балансе находятся все сферы нашей жизни. Ну и даже для тех, кто один или одна, не замыкаться в себе, а как раз построить такие отношения, чтобы быть счастливым, мои дорогие. Идем дальше. Смотрю, какие есть еще совпадения. И пока я не вижу. Нет, правда, вот смотрите, по документам у нас снова. Ага, и вот так вот совпало. У вас совпал конверт и радость. Вы правда сумеете осуществить то, что вы задумали? Вот конкретно какие-то сомнения. Дальше у нас идут инстанции. И после этого, посмотрите, какой-то может быть период тишины, покоя. Но в любом случае, если это касается отношений, то тогда, вот, например, получится ли у нас оформить отношения. Может быть, это сопряжено с рядом трудностей. Или у кого-то сопряжено с расстоянием. Или когда нужно какой-то подготовительный период пройти, подготовку какую-то. И в итоге получается у вас осуществить то, что вы хотите. Или это будет связано с получением, может быть, конкретного документа. И дальше вы уже совершенно для себя какой-то, ну, к примеру, как переезд, другую стратегию продумываете. И у вас это тоже получится. Документ будет, который будет вас конкретно радовать. Вы получите то известие или что-то очень важное. То, что может изменить вашу жизнь. Или то, что вы хотите осуществить. Иногда конверт именно в этом цыганском раскладе, пассиансе, может означать, это просто у меня уже очень много лет, и я могу проанализировать, исходя из опыта. Так вот, конверт иногда говорит не просто именно само по себе письмо, сообщение, документ, а иногда это как прелюдия новых заработков. И у кого-то это будет материализм как раз тот, о котором я говорила, планетарно, когда что-то будет меняться в лучшую сторону. Все же венок – это у нас радость. Давайте мы посмотрим. Я вот пока не вижу, пока с вами говорю, смотрю, что еще у нас совпало. Не вижу, мои дорогие. У вас нет явных помех. У вас нет совпадений таких, как, ну, к примеру, то, что может помешать, как маска, скрытый враг, или змея, да, тоже кто-то нам там замышляет что-то нехорошее. Или у вас бы совпало, например, есть вот значение колокола, это те внезапные новости, которые нас, ну, буквально выбивают из колеи. Нет, в принципе, ничего не мешает, кроме ваших сомнений. У вас, видимо, наяву можно осуществить практически все. И даже если вам периодически, вот за этот период, в течение года, будет казаться, что у меня опускаются руки, или у меня ничего не получится, гоните прочь эти мысли, потому что реально у вас в вашей власти осуществить очень многое. Тут больше доверия самому себе и окружить себя людьми надежными. Будь это работа, будь это партнерские отношения по бизнесу, или личное какое-то ваше дело, и в нем другие принимают участие. Здесь нужно быть очень избирательным по части вашего окружения. Вот это и есть смысл. Иначе нам ведь об искренности, о верности, даже среди партнерских партнеров по бизнесу, по делам, значит, и там должны быть люди морально устойчивые, устойчивые, которые уважают традиции, для которых нет какой-то, знаете, как «сегодня мне выгодно одно», когда господствует интерес, а настоящие отношения складываются именно из искренности. А интерес этот так приходящий, сегодня он есть, завтра он изменился, и человек куда-то исчезает. А вот у вас нет, мои дорогие. Вы сами надежны, значит, и вас должны окружать такие же, как и вы. Давайте нам, пусть карты уже Таро, немножко пояснят, чего это может касаться, с чем вы можете столкнуться, или какие энергетики, энергии будут для вас проигрываться в этот период. Десятимесячный. Итак, что же? О, карта «Император». Но тут правда, часто это статусная карта, кто-то изменить статус может. Я могу предположить, у кого-то, допустим, предположим, сейчас вы решаете бракоразводный процесс, вопросы, точнее, с ним связанные. И, значит, вы это тоже как-то завершите. И это не значит, что все, точку на личной жизни мы ставим. Нет. Карты нам как раз говорят, значит, твоя задача построить более доверительное отношение. Вот все то, что я говорила. Для кого-то из вас это согласование, опять же, в каких-то иных инстанциях. Для кого-то, наоборот, смена статуса с тем и будет сопряжена, что это вы задумаете или выйти замуж, или жениться. Вот такое тоже может быть. По карте «Император» это могут быть согласования. По другим вопросам тоже может быть. Отчасти, когда вы проходите высокие инстанции, когда нас судьба сводит с людьми, наделенными властью, кто-то из вас, мои дорогие козероги, будет строить карьеру. И тут как раз карта говорит, у тебя все получится. Но мы уважаем власть. Когда выпадает император, мы не идем против власти. Этого самого императора против шерсти гладить точно не стоит. И если даже, вот есть сомнения, да, что-то вы задумали осуществить. Если вам предлагают, к примеру, вы думали, что я быстренько решу этот вопрос, вот тут пару кабинетов, две подписи, и все дело в шляпе. А тут, может, не два кабинета, а десять. И тогда нам карты, вот все уже вместе говорят, что ты быстрее пройдешь 10-20 кабинетов с учетом системы иерархии или системы вот самой по себе, которая предусматривает какой-то путь, да, в согласовании, нежели ты застрянешь в одном кабинете и будешь кому-то что-то доказывать. Карта императора – это ваша власть, это ваша возможность влиять на события. И мудрый император, он не меняет цели и намерения. Он корректирует мелкие планы с учетом той обстановки, которая складывается. Ведь обстоятельства мы не можем изменить. И император это понимает. Два, точнее, фокуса на что мы не влияем, на мнение людей и на обстоятельства. Но как-то вот провзаимодействовать мы сможем и с одним, и со вторым. И он к этому готов. Вот такие энергии. Но это старший аркан. Тут будут какие-то возможности. Какие же еще энергии? Еще один старший аркан. Паркану отшельник вам никто и ничто не мешает. Это правда. Паркану отшельник, по сути дела, это дервиш, тот, который не поставит материальное. Хотя мы говорили, что у вас как раз может быть планетарно очень благополучно, благоприятный период по части заработков. Но тогда, мои дорогие козероги, с учетом аркана отшельник, это не должны быть деньги ради денег. Вы хотите, к примеру, осуществить какой-то свой проект. И тогда или организовать бизнес, или монетизировать свое творчество. Что-то вы делаете. А многие из вас умеют что-то делать своими руками. Кто-то стрижет, кто-то вяжет, кто-то машины ремонтирует. Кто-то, ну вот есть то, что вы действительно как ремесло, или, может быть, эксперт вы в своей профессии, в каком-то вопросе. И тогда это нужно переложить, да, на материальные, может быть, рельсы, чтобы осуществить свой проект. Но подавать не так, как это будет выгодно. Или, как, допустим, вы работаете на предприятии, вам нужно склонить буквально руководителя, чтобы он принял ваш проект. Опять же, подавать это нужно с позиции, что это будет полезно людям. Что это будет иметь какую-то высокодуховную ценность. И где-то самим руководствоваться вот этим. увидеть не только какой-то материальный аспект, а именно то, что вас это должно вдохновлять. Ведь отшельник, он идет своим путем. Он хочет осуществить свое намерение. Где-то не слушать, что говорят люди. Я имею в виду, что отшельника невозможно купить. Я вот именно этот момент. И он может слышать на своем долгом пути, а ведь подшельник, он идет медленно. Это какая-то дистанция. И мы с вами тоже говорим про дистанцию в 10 месяцев. Так вот, людям будут встречаться разные. Мы говорили и по карте император. Кому-то мы можем нравиться, кому-то не очень. Но это не должно на нас влиять или останавливать. Или наоборот, мы не должны переключаться на тот проект, который кому-то больше интересен. А забыть свою мечту. Или вот то полиэлит намерение, которое важно для вашей души. Мои дорогие козероги. Потому что кто-то с нами не соглашается. Или наоборот, откровенно льстит в глаза, для того, чтобы в последующем мы вот на что-то согласились без каких-то там «но» и «если». Поэтому будьте отшельником. Думайте сами про себя. Ведь это больше холодный ум. Где-то рационализм, где-то логика. И в то же время интеллект и мечта. Вот вам соединить вот это все вместе, карты предлагают. Второй старший аркан. И это совершенно необходимо для того, чтобы, может быть, как и должность, кто-то креативит, то есть идеи какие-то имеет. И тут как раз создать, может быть, как себя с нуля, поможет ваша идея. И вы откроете свое дело, монетизируете, опять же, творчество. Или вы построите карьеру и что-то привнесете, как миссию какую-то свое выполните. Мы все приходим на планету Земля или в нашу земную жизнь для того, чтобы что-то осуществить свое. Вот тут вот как раз об этом карты. Давайте еще одну карту, как совет. Правда, королева жезла – сильная позиция. И хотя это огненная карта, но сильная позиция почему. Королева жезла в жизни много раз как будто опускала на колени. Это ее закалило. И ее научила о себе много не рассказывать. Королева жезлов умеет хранить тайны, чужие и свои. Она знает, что успех, удача, счастье любят тишину. Она обладает магнетизмом. И вы будете обладать тоже магнетизмом. Значит, людей вокруг вас, мои дорогие козероги, будет больше. И люди будут самые разные. Мы уже где-то этот аспект с вами проговорили. Но ей это дает преимущество какое? Люди к ней идут из желания что-то рассказать. Может быть, и поплакаться в жилетку или какую-то свою историю поведать. Но королева жезлов, она суммирует эту информацию. И каким-то образом она может переложить на пользу себе или правильно оценить какую-то обстановку, не сделать лишних шагов, себе не навредить, правильно просчитать какой-то свой проект. И она очень удачлива в делах, в бизнесе, в деньгах. Она умеет правильно распорядиться деньгами. Вот такие энергии для вас. Карта еще раз нам дополняет все то, что мы сказали. И я уже больше карты не достаю. Вот такой период, по крайней мере, две колоды карт, видя для вас, мои дорогие козероги. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Продолжение следует... Продолжение следует...